Привет, дорогие друзья! Смотрю на то, что происходит сейчас в Украине и вы знаете, какое-то у меня нехорошее предчувствие возникает. Смутные времена наступают конкретно. Смутные. Начну, пожалуй, с новости, от которой, ну просто стало не по себе. Те, кто подписан на мой телеграм, вероятно, видели видео, как украинский военный сидит в окопе, а в это время ему на мобильный звонят из военкомата. И отчитывают за то, что он уклоняется и не является к ним по повестке. И как этот военный, трехэтажным матом покрывает сотрудника военкомата, говоря, что он уже давно призван, служит и сейчас находится на передовой. Также многие из вас видели вот это видео, как в Одессе военком подбирает отмычку и вскрывает двери во двор жилого дома, чтобы вручить повестку. В Одессе в плане вручения повесток вообще творится полный беспредел. Военком открывает отмычкой дверь и проникает в чужое жилище. Значит, он знает, что полиция будет на его стороне. И поэтому он идет на нарушение закона. А тут еще в Верховной Раде у некоторых депутатов появились собственные идеи. Помните такую поговорку? Когда коту нечем заняться, он, извините, яйца лижет. Вот то же самое сейчас происходит с некоторыми народными депутатами от слуги народа. Есть такой народный депутат от слуги народа Венеславский. Он же еще является и представителем президента Верховной Раде. Казалось бы, человек, занимающий такую ответственную должность, должен заниматься и важными делами. Или у нас сейчас в стране все хорошо? Короче, этот деятель предложил усовершенствовать систему выдачи повесток в военкомат путем отправки сообщения через мессенджеры. Сначала он предлагал на телефон через Дию посылать вызов в военкомат. Но потом понял, что приложение Дия мужчины могут просто удалить с телефона. То есть этот депутат решил, что раз в нынешних условиях повестку можно вручать, где попало, и кому попало, и как попало, так почему нельзя ее вручать посредством сообщения на твой личный телефон? То есть идешь ты по городу, а тебе пик сообщения на Вайбер или Ватсап. Ты открываешь его, а там сообщение о том, что тебе нужно срочно явиться в военкомат. И все, ты попал. И даже если ты это сообщение удалишь, то это тебя не спасет. Главное, что ты его прочитал. А раз прочитал, считай то, что ты уже получил повестку. Потому что сегодня есть технические возможности доказать, чтобы убедиться, что ты это сообщение получил. Но этого Венеславскому показалось мало. И вот вчера пришла новость, что он проникся новой идеей. Понимаете, человек ночью не спит, а все время о государственных делах думает. Одним словом, решил он создать в Украине реестр уклонистов от мобилизации. Мало того, он сейчас работает, чтобы эту идею внедрить на законодательном уровне. То есть он уже написал соответствующий законопроект. Но его еще, правда, не проголосовали. Так вот, в этом законопроекте предусматривается внесение изменений в закон о реестре военнообязанных. Где отдельно планируется создать подреестр уклонистов. Этот реестр будет касаться лиц, которые должным образом были проинформированы о том, что им предстоит прибыть в территориальный центр комплектования, ну то есть военкомат. Но они этого не сделали. А работать это будет следующим образом. Человека, которого дважды проинформировали о необходимости явиться в ТЦК, а он этого не сделал, должны знать в обществе. Типа, страна должна знать своих героев. Ну, кавычках. Так вот, как заявил этот Венеславский, как только все вопросы от экспертов и органов власти будут получены, то этот законопроект сразу зарегистрируют. По мнению этого представителя президента, открытость опубликованных данных об уклонистах состоит в том, чтобы все могли видеть, что, например, кто-то из его знакомых, друзей или родственников уклоняется от призыва по мобилизации. Короче, таким образом хотят, чтобы все видели фамилии тех, кто не явился в военкомат. А ведь этот так попахивает савдепией, которую нынешняя власть так критикует. Люди моего возраста помнят о существовании на больших предприятиях досок почета, где висели фотографии передовиков, и досок позора, где рисовали карикатуры на опаздывающих на работу, на прогульщиков или пьяниц. Друзья, я вот смотрю на это все и в очередной раз поражаюсь этим народным депутатам от Слуг Народа. Правильно кто-то сказал, что порой складывается такое впечатление, что их в свое время перед выборами на мусорке нашли. Но вот за кого они нас держат? Перед тем, как вы хотите выставить списки уклонистов из простого народа, вы начните с себя и покажите, где служат ваши дети или родственники призывного возраста. А теперь вы только посмотрите на всю циничность этой ситуации. Нашему голове Верховной Рады Стефанчуку задали вопрос, а дети каких народных депутатов сейчас призваны в ряды вооруженных сил? И знаете, что он ответил? А у меня такой информации нет. Как он сказал, мне про такие выпадки невидомо. То есть про детей народных депутатов ему невидомо. А детей простых украинцев они хотят, чтобы знала вся страна. Понимаете, друзья, я не перестаю удивляться, как нас развел и разводит дальше этот 95-й квартал. Давайте сейчас вспомним интервью военнообязанного артиста Евгения Кашевого из 95-го квартала. Вот как он ответил по поводу своего призыва в армию. Я это Роману Кравцюк сказал в «Украинской правде». Вот, дивись, я пішел, у меня никаких навыков нет, ничего. У меня первый день ловит снайпер и стреляет. И чем я допомогу стране? Ничем. Только то, что будут хейтеры хайповать на этом и сказать, фух, слава богу, он помер, знаешь? Уху, давай, вот это, гулянки тут устраивают. Не, не, я пока что не собираюсь. Но вы поняли, друзья, этих деятелей мы в вооруженных силах не увидим, потому что у нас существует каста неприкасаемых. А вот простые украинцы так рассуждать не могут. Они должны получать повестки и идти воевать. И в заключение я хочу зачитать вам один комментарий, который мне написал мой подписчик. Видно, что парень находится в стрессовом состоянии. Сразу скажу, что к тому, что он написал, можно относиться по-разному. Здравствуйте, Олег. Я украинец, сирота. Да, я уже взрослый, мне 32 года. Но я сирота. И у меня нет ни одного живого родственника в Украине. Я здесь один-одинешенек. Я по праву сиротства все время писал отказ от службы в армии, когда учился в университете. Я никогда и нигде не проходил военную подготовку. Никогда не держал оружие в руках. Я трус. Я боюсь. Я не хочу. На лето меня менты насильно привезли в центр комплектования, так как я типа был в розыске как уклонист. Повторяю, я никогда не служил и не держал в руках оружие и не давал присяги. Но в центре мне сказали, что я солдат и что я уже служил давно. Вынудили подписать бумагу, что я ознакомлен с последствиями уклонения. Там были статьи. Уже полгода сижу в селе. Боюсь выйти на улицу. Соседка звонит и говорит, что в дверь то и дело ломится в квартиру. Вся дверь, мол, в повестках на отправку. Я не имею работы и не имею дохода. У меня уже практически кончились средства для питания. Можете подсказать мне хорошего юриста или того, кто безвозмездно согласится помочь мне решить проблемы с этими нелюдями. Иначе я сдохну от голода, так как нет никакого дохода уже очень давно. А я хотел бы поехать в город устроиться работать. Получать хоть какие-то деньги. Или вообще вырваться с Украины навсегда. Бесповоротно. Но боюсь, что скорее окажусь на передовой. Друзья, я прекрасно понимаю, что не каждый человек может воевать. Но воевать-то кому-то надо. А поэтому я специально не буду комментировать этот пост. Пожалуйста, напишите, что вы лично думаете по этому конкретному случаю. И по поводу того, о чем я рассказывал выше. А на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч.